Давайте встречать участников этого шоу! Зарина Байболова, Шургус Ермек и Эльдана Фурайс! Спасибо большое, ребята, что пришли, что согласились рассказать свои постыдные истории, которые вы нигде не рассказывали. Это мы. Так серьезно смотрелся на меня. Мы пришли на серьезную аналитическую передачу какую-то, да. Шоу состоит из историй наших гостей, которые рассказывают самые постыдные истории в своей жизни, когда им было стыдно, неловко, кринжово, когда они хотели провалиться под землю. И автор самой непостыдной среди вас истории будет выполнять какое-то задание, которое у нас здесь на карточке. Выбирает задание тот, кто рассказал самую постыдную из вас историю. Я надеюсь, все понятно. Давайте сначала обсудим вообще, откуда вы приехали, какие у вас вообще планы. Что, я приехал откуда? С орбиты. Вот я там был. Ты же такой вопрос задал. О, фанатки орбиты у нас сегодня здесь. Я уже не первый раз слышу про этот район, это какой-то Алматинский район, да? Ну да, что, у нас и в Караганде есть такой район орбита. А у нас когда говорят орбита, а ты на авторынке. Вот такая тема и все. А здесь орбита – это хороший, красивый район, зеленый. Нифига не приступный, как казалось людям раньше. Кто-нибудь был на орбите? Это же вопрос, кто-нибудь был на орбите. Вот. Фанаты орбиты. Ну все, да, мы… Все, ты же вопрос задал такой, откуда приехал. Все, хорошо. Вы откуда приехали, девочки? В Бишкек. О, тоже. В Бишкеках. Это не район в Алмате. Да, на самом деле, давайте поаплодируем Ильдане, потому что она согласилась, ну не только просто согласилась поддержать это шоу, рассказать свою историю, но и специально для этого прилетела из Бишкека. Да, давайте поаплодируем. Спасибо большое. Вы мне за дорогу закинули, пожалуйста. Подожди, ты говоришь, как будто не за наши бабки, поэтому… Я говорю, вы мне за дорогу закинули, поэтому вообще не справлюсь. Мы за что закинули. Тогда она проигрывает автоматически в этом шоу. Мы будем выжимать максимум из Ильдана. Даже если Ильдана выиграет, мы такие, тогда за гостишку закинем обратно на Каспу. А я думал, ты здесь живешь, нет? Нет, нет. Ты в Бишкеке. Да, микрофон. На самом деле, нам очень приятно, что ты согласилась и что ты здесь. Давайте похлопаем. Классные ребята. Послушаем ваши постыдные истории, с кого мы начнем. Давай по алфавиту Байболова Б. Я потом Ш. Ермек, потом Сатабалдеева. Как тебе фамилия? Сатабалдеева. Сатабалдеева. Ты Байболова. А ты? Я Ермек. Ярмек. Вот так вот прикидываешь. Ярмек. Все, давайте встречаем Зарина Байболова и ее постыдная история. Моя постыдная история. Короче, мне было где-то лет 12-13, я занималась пулевой стрельбой. Ооо. Да. Это кто-нибудь смеяться? Того? Нет. Булевая стрельба это не биатлон? Типа не часть биатлона? Просто ты стоишь на месте с винтовкой и стреляешь. Там вообще от спорта мало, чего ты просто на месте стоишь. А, это получается, как вы видели? Бля, биатлон, биатлон. У нас уже нет. Знаешь, что самое обидное? Что мы ездили на сборы с легкоатлетами и все это, мы бегали. Я говорю, для чего? Я просто на месте стою. Зачем мне бегать с легкоатлетами? А может, они тебя учили стрелять по бегающим людям? По легкотлетам вот так. Да, Зарина, если в тебя будут целиться, то ты должна бегать вот так. Короче, мы были типа щеглами, у нас были группы. Младшая группа, средняя, старшая, молодые тренера, старшие тренера. Вот эта вся иерархия вот так выглядела. У нас там были молодые тренера. И там была одна молодая тренерша, в которую я была влюблена, короче. Это была моя первая влюбленность. Я, по-моему, сейчас она происходит и просто очень сильно перед ней стеснялась. Я такая, может, вам винтовку почистить вот так? Ну, типа, стрелковое ухаживание. Блин, винтовку почистить, это больше к мужчине тренеру подходит под кадр. Что может вам, винтовку вашу наполировать? Что тебе твой ствол почистить? Ну, как ты тут, как 12-летняя девочка под кадр? Думаешь, так под кадр? Может, вам почистить его? Ну, ты, типа, пыталась ухаживать же, что какие-то намеки были? Да я не понимала, мне было 12 лет. А, все. Чисто я не понимала. Ты просто хотелось, ну, как-то порадовать человека. Ну, типа того, да. Да, да. Короче, все это была моя крашиха и так далее. И я в какой-то момент узнала, что он с кем-то встречается. Она встречалась с другим стрелком из старшей группы. Но не старше, у нас лет 10 были, вот так. Короче, тогда, ну, я, получается, ревновала, но я не понимала. Я же не знала, что это за чувство. Просто думала, что человек мне очень сильно не нравится. Типа, очень сильно бесит человека, но не понимала, за чего. И тогда была соцсеть «Мой мир». Знаете, «Мой мир». Я нашла ее парня в моем мире, его страничку. В ее мире? В ее мире? Нет, нет, в его мире. Короче. В ее мире нашла его? В моем мире я нашла его мир, короче. Да. Я, короче, создала фейки. И я каждый день, короче, заходила на страничку с фейков и просто хейтила фотки. Ну, детские скрывления. Типа, лох. Тьма. Ну, короче, детские. На говно похож вот это. Да-да-да. Мазила, мазила. И стреляешь ты мимо, бе-бе-бе. И у тебя винтовка маленькая. Косоглазый. У тебя винтовка маленькая. Ну, вот так. Он поиск, он фоткает, капец, шорты не очень. Вот такие. А там же были оценки, вот это, плюс пять, плюс четыре, плюс один везде. Там, везде один, везде один, короче. И вот так где-то полгода я каждый день заходила с фейков. Просто абьюзила человека. Просто абьюзила человека. Он мне еще отвечал. И я с ним старалась каждый день с фейков, короче, в моем мире. И в один день я захожу, это моя утренняя вообще рутина была. Заходите вот так вот. Я, короче, захожу на мою страничку и вижу, он запостил целую серию совместных фоток. Ну, вот с ней, с моей любовью первой, короче. Там целые они там обнимаются, что-то на природе. И у меня, короче, ревность, обида, боль, короче. Я на эмоции, короче, пишу там, вообще не смотритесь. Вот так вот, короче. Да видно же, что у него член, писька маленькая. Вот так вот, короче. Просто его, короче, так херач, просто их разношу. Типа, да и она не очень, вот так, короче. Короче, полностью просто. Прости, а им сколько лет? Ну, если мне было где-то двенадцать, мне, наверное, двадцать два, двадцать три. Вот так было. Просто, короче, я просто так оскорбляю их, короче, все. Вот так везде я хожу злая, а у меня вечером тренировка. Я прихожу на тренировку, короче, как ни в чем не бывало. И ко мне подходит эта тренерша, ее парень. Я помню, они мне с ноутбука показывали. По-моему, в моем мире тогда еще не было мобильной версии. Почему-то они мне с компьютера показывали. Ну, вообще, да. Тогда и не было мобильников таких, которые были кнопочные. Возможно. Я помню, что с ноутбука мне, короче, показывали. Она подходит, говорит, Зарина, что это такое, короче. И я, короче, на эмоциях вот этих. И забыла переключить аккаунт. Я просто, я с личного аккаунта просто их так, просто там, вот. Я прям помню, маленькая писька. Вот так я, вот так, и просто, говорю, я с его личного аккаунта им написала. Ё-моё-моё. Я под всеми записями просто, под всеми фонами. Я не одну фону. Ты самый, ты самый милый хейтер. Хейтерка. Хейтерка, да. Просто в плане того, что ты пишешь. Ну, я бы хотел, чтобы у меня писали какие-то такие вещи, типа, фу, какашка. Ну, то есть, очень добрый. Ты даже не обижаешься на такое. Типа, когда пишут тебе, маленькая писька. Ты такой, ну да. Тебе не обидно. Ну, мне 12 лет было. Все, что я знала, я все туда выливала, короче. Я даже, вы помните, я, по-моему, гуглила «аматерный славш». Когда у меня заканчивались, я такая, надо новое. Чтоб он не спорил, что опять его новое. Ты так обогащала свой, да, золотой? Да. Вот так вот. Так, пи, да. Да. Вот так, да. А это что значит? Просто не знаю, это уже значение има. И, короче, я не показываю, я просто максимально включаю. Просто такая актерка во мне включается. Знаете, какие еще комментарии? Что? Я начну, что они начали отыгрывать, что я не умею читать. Как? Как? Чего? Я просто такая… Я вообще начал слепую говорить, где вы? Кто вы? Я вообще вас не знаю. Короче, у меня просто сердцебиение. Я просто… Я отходила себе винтовку в рот закипать, и они вот так выстроили. Я просто начну отыгрывать. Я говорю, до меня, наверное, взломали. Я вообще не сижу в интернете. Они такие, да чё, ты чё, все комментарии, это ты писала? Она мне говорит, это ты писала? Зачем? Я такая, да я… Это не я вообще. Я не знаю, что… Я люблю тебя. Я просто начинаю… Я люблю тебя. Это не я, это не я. Поцелуй меня. Брось его. Ну и лапись-ка маленькая. Короче, я просто начинаю жёстко газлать. Типа, да это вам вообще показалось. Просто, ну, какой-то другой аккаунт с таким же именем и фамилией. Ну и стоит… А у меня ещё был… Заринка-малинка 96 я была. Короче, я просто начинаю жёстко газлать. А я была максимально примерный спортсмен. Она говорит, у меня никогда не было проблем с дисциплиной, с поведением. Она вообще такая стесняшка, тихоня. Она говорит, на тебя это вообще не похоже. Я говорю, на меня это вообще не похоже. Это вообще не я, короче. Ты не могла так поступить. Я не могла так поступить. Я не могла так поступить, да. Просто её предпереди. Она просто ходит с ноутбуком, всем стрелкам, всем показывает. Я просто ухожу в туалет, звоню Мадине, своей сестре. У меня сестра-близнец есть, она дома. Я звоню, говорю, Мадина, срочно садись за комп. Заходи от меня в мой мир. и просто, и Мадин еще такая, да Зарин, на мне некогда. Я говорю, сейчас же, прям сейчас садись за комп. Заходи в мой аккаунт и говорю, и просто пиши, вот, на кого я подписана, на их друзей, просто пиши им всем оскорбление. Просто. Оскорбляй всех вокруг. И тебе сейчас новые слова с Кейма. Да, просто. Я говорю, пиши вообще всем. Там еще можно было делать запись на стене. Я мразь, вот так напиши. Просто пиши, вы все кончены, все дураки, вот так напиши, короче. И Мадина такая, зачем мне это, я люблю людей, зачем мне это, что, зачем. Я просто говорю, ребята, пожалуйста, Мадина, если ты это не сделаешь. Слушай, мне кажется, Мадина с кайфом делала это вообще. Ну я говорю, если ты это не сделаешь, ты мне больше унеси сестра. Я говорю, ну просто оскорбляй, пожалуйста, или я, пожалуйста. Она такая, ну ладно, я потом тебе все объясню. И Мадин начинает от моего аккаунта всем писать оскорбление, просто всем вокруг вот так вот. Я выхожу из туалета, я подхожу к ним и говорю, смотрите, подказанную ноутбуку, смотрите, зайдите на мою страничку, видите, сейчас вот в это время кто-то от меня... Сейчас кто-то начнет писать. Смотрите, пока я была в туалете, кто-то написал. Ну мне прошло какое-то время, я подхожу, говорю, смотрите, вот кто-то с моего аккаунта пишет. Вот мои руки. А я вот видите, я перед вами, это не я. Энки, да, реально, кто-то минуту назад написал, что все конченые, что все дураки, короче. Хотя ты была здесь. Да, я говорю, вот здесь. Ты, 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 ты чисто мариартия. Короче, короче, и они такие, блин, я не знаю, они, может, они, скорее всего, поняли, что это я, но просто такие, ну, тупая молодедка, короче, и просто забили. Следующий день я прихожу в школу, подхожу, и мне просто с порога в школу, мне просто половина школы ко мне подходит, вот так показывают. Ну, я ждала Мадине задачу, всех, на кого я подписана, всех, короче, всем оскорблением. Мне просто половина школы подходит, ты чё, охренела, чё за херня, короче. И показывают мне все оскорбления, которые Мадина им от меня написала, всем. Я начинаю перед всеми оправаться, типа, да меня взломали, и опять отыгрываю эту актерку, типа, вообще. Вообще, в итоге, короче, я прихожу домой, у меня максимально стрессовывают два дня, потому что половина школы хотели дать мне п***, потому что я, там такие оскорбления были, там типа, мать, а Мадина прям от души постаралась. И она еще тебе говорит, у тебя проблемы? Зарин, прикинь, ты такая, этот, и второй раз опять же эту тему делаешь, вот этим, одноклассика в школе, смотрите, сейчас кто-то на насчет писать. Мои руки тут, а у Мадина газуй. Ну, Мадина все отсмотрела, она такая, я вообще ни про чем, я не знаю, кто это писал, не знаю. Короче, я прихожу домой, я на таком стрессе, я сажу за комп, я удаляю мой мир, аську, агент, вообще все удаляю, я где-то, наверное, в интернете в месяц два точно не сидела нигде. У меня, короче, так у меня начался детокс. Детокс, да? Да, потому что, вот так вот. И я больше никогда в жизни не разговаривала с этой тренершей, она потом ее куда-то перевели, я больше никогда в жизни ее не видела. И один раз, я помню, в 15-м году, я встретила ее в поезде, она уже была сыном, я не знаю, от того чувака или нет. Сын тоже некрасивый. И она еще меня... Эпийская маленькая. Эпийская маленькая. Эпийская маленькая. Короче, вот история моей первой влюбленности и как я просто... Спасибо. Как прикольно, что, прикинь, если у Мадины мой мир вообще пушистый, всех люблю, все люди классы, а у Зарина та-да-да-да-да-да-да-да. Да, по идее, ты была фейковым аккаунтом Мадины. Да, спасибо тебе большое за эту историю. У нас на очереди по списку Идет Шургыс Ермек и его постыдная история. Так, сразу рассказываю, что естественно, естественно, мне стыдно до сих пор. Короче, это 2017, 18, 17, 16 год. Получается, посчитай, понимаешь, математики. Сколько лет назад? 6-7 лет назад. Получается, мне 22 было. Сейчас, получается, тебе 28. 29. 29 лет. Ладно, давай, куда мы полезли вообще? Значит, 23 тебе было. Короче, мне нравилась одна девушка. Нравилась одна девушка. Мы с ней давным-давно были знакомы, потому что у нас родители из одного аула. Я знал ее вообще маленькой, она меня маленьким знала. Все, мы выросли чуть-чуть, я ее встретил. Блин, какая она красивая стала. Понравилось мне. Что-то мы начали с ней общаться. Все очень хорошо, все круто, общаемся. Ты предлагала ей почистить винтовку. Нет, такого не было. Просто общались. Такой, блин, она мне нравится. Думаю, на счет, типа, более усердно общаться. Все, и она тоже взаимностью отвечает. Что-то она мне нравится. В душе без меня? Вот это было? Что? В душе без меня? Нет, такого не было. Я тогда разрешал без меня в душ ходить. И все, что-то мы начали классно общаться. Я такой, блин, круто, прикольно общаюсь перед сном, вот эти все штуки. И как выяснилось... Чисто перед сном общались? Ну, в том числе. И вот, короче... Тогда были вот эти сообщения. Спишь? Да, да, да. Все было, все было. И, как оказалось, она недавно рассталась с парнем. Как оказалось, в ходе общения выяснилось, что... И ты такой, yes. Я вообще, да, такой, все, круто, значит. Знаешь, когда ты еще должен говорить, о, мне так жаль. Ты должен, типа, посочувствовать человеку, но ты такой, yes. Она, да, вот, она рассталась с парнем, а он, оказывается, там, вот, абьюзер, вот это вот, токсичный. Тогда таких слов не было, просто долбёб она его называла. Не, ну, в принципе, и сейчас тоже это все. Сейчас это тоже можно, да, да. Я такой, да, какой плохой тип, вот такой я был в переписке. Я вообще думаю, что нужно это слово закрепить за такими людьми. Какое, долбёб? Да. Нет, долбёб, оно очень обширное, оно может и в качестве комплимента же звучать, поэтому нельзя. Ну, типа, когда хорошо пошутился, ты долбёб. Да, 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 типа, я видел, что делать, пиздец, ну, долбёб, да, вот такое вот. Ну, короче, вот, чтобы мы с ней общаемся, общаемся, и в ходе потом всего вот этого общения, всего вот этого периода выясняется, что она не до конца с ним рассталась. Вот это у вас, у девчонок есть такое вот, что такое, да-да, мы расстались, она такая, а, у нее в голове до сих пор он вот это вот. Я такой, ну, я это понял тогда, когда она начала просто пропадать, телефон отключать, блокировать, это вообще ужас какой-то. В смысле, мы с ней встречались? Она, мы, короче, типа, начали уже, вот, предотношенческий период. Это типа, типа, вы в тамбуре отношений. Типа того, да, в прихожке. Да. Понял? Вот, вы еще обувь не сняли, но вот сейчас вот вытрите и зайдете. Да-да-да. И я потом... Вы уже, типа, за ручкой держались. Ну, типа, да, вот, что-то такое, я такой, я ей пишу, говорю, ты, говорю, если не рассталась, если тебя этот тип донимает, ты мне скажи, говорю, если ты хочешь нормально расстаться, давай я помогу тебе, я с ним поговорю и так далее. Или, если ты, говорю, хочешь я с ним поговорю, она говорит, нет-нет, не надо, и номер его скидывает. И ты ему пишешь, спишь, да. У нее начинается вот это, она скидывает его номер, и вот этот стокгольмский синдром начинается. Не трогай его, не трогай. Но поговорили с ним. Нет, не трогай. Вот такая тема. Я говорю, потом я думаю, а зачем я буду в это лезть? Я вот, у меня включается здесь здравый смысл. Зачем я буду сюда лезть, если она, типа, головой до сих пор с ним и не со мной? Если бы она была полностью со мной, и он ее донимал, я такой, да, я буду за это бороться и так далее. Но я понимаю, что она еще с ним видится, что-то общается, они ругаются, продолжают до сих пор. Зачем я буду в это лезть? Я отпускаю эту ситуацию, все. Встретился со своими братишками, там, в Караганде, мы сидим, что-то на парковке Магдума. Они вот эту всю историю знают и начинают меня строполить жестко. Я говорю, пи*** ты лох. Я такой, почему? До конца за свое надо бороться. Они, знаешь, как эти, как бизнес-коучи. Я такой, то, что твое, от тебя не уйдет, вот так говорят. Сюда там, из ВК со мной начинают общаться. Я такой, бля, в натуре неприятная ситуация, в натуре вот так опрокинула меня, надо разбираться. Они говорят, давай номер его, говорит. Братички говорят, набери ему, набери. Я такой, бля, в натуре сейчас наберу ему. Начинаем ему набирать. Он поднимает трубку, я говорю, алло, атлет, ты где? Он говорит, я на мечети, а кто это? Я такой, сейчас подъеду. Я на трубку бросаю. У нас в Караганде две мечети, короче. Я такой, ладно, сейчас поедем его искать. С братишками садимся в машину, едем. Подъезжаем, это вечер где-то 9-10. А вы толпой решили с ним? Втроем, я и двое моих братишек. Поехали, поедем, поговорим. Я не знаю, один он или нет, но все равно. Пацаны такие типа, им просто интересно. Я не такого, что поехали со мной, мне страшно. Они такие, нам интересно, как мы тебе, достаточно ли мы тебя сильно настрапалили. Вот так это, мне кажется, не ехали. И мы едем, я вижу, на мечети стоит одна машина всего. Это точно, погнали, говорю. Подъезжаем прямо к ней, вот так вот, прям как бандосы, понял, так подъезжаем. Я выхожу, ну все, сейчас я нахуй всю свою смелость беру, дверь открываю, говорю, выходи, нахуй. Он сидит там с девушкой, все, выходит. Ты даже не спросил, кто это? Я вот так подхожу к нему, говорю, выходи, нахуй, он выходит. Ты же с той девушкой, с которой ты общался? Да, да, я говорю, ты что ей жить не даешь, сука? Он говорит, я ее первый день знаю. А я не знаю, я вообще не знаю, как он выглядит этот атлет. Я такой, извините, подожди, дверь открою. А это не она, я такой, а, извините. Я такой, как неловко пошло. Я говорю, ай, брат, извини, я обознался, говорю, братишки быстро в машину запрыгивают. Я тоже запрыгиваю. И как гиены начинают надо мной угорать жестко вообще. Он говорит, это, а тот тип, говорит, это одногруппник, а, что-то, с универа девчонка, мы только сегодня с ней познакомились. Я вот так залетаю, жути нагоняю и ухожу. Я такой, какой я тупой. И мы выходим, эти угорают надо мной. Он говорит, ладно, походу нет его, давай ему еще раз звоните. Он говорит, что-то он не отвечает, не отвечает, только гасится, походу. Я говорю, значит, они вместе, говорю, все это время были. А, или она мне как-то сказала, что они вместе. И братишки говорят, давай возле ее дома его пасти. Я, естественно, я до сих пор на вот этих буду, говорю, поехали. Блин, почему у тебя к нему претензии? Это же она. Он только что это объяснял. Да, он ее забывает, короче, он что-то абьюзит ее всякие вот эти вот. Он меня достал. Нет, ты все-таки написал, что они вместе время проводят, значит. Нет, они типа, там вот это неприятное времяпровождение, знаешь, когда ты вот это. Ну типа, с тобой приятнее. С тобой приятнее. С тобой приятнее. Типа, я уверен, со мной было бы приятнее. Они едут, не общаются в машине, вот такое, знаешь, что ты когда-то, что, куда поедем? Не знаю, вот это вот. Сам выбирает. Сам выбирает, да. Вот скорее всего, они вот так проводили время. И все, мы сидим, все, ждем, короче. Куда тебя, до чингиза меня кидает? И мы так сидим у нее во дворе ждем, а у нее такой, этот, свой дом двухэтажный, что-то там, коттеджные вот эти дома. И так вот стоим и ждем, короче. Я такой, я понятия не имею, какая у него машина, как он выглядит вообще, ну, исходя из предыдущей истории, вы поняли уже. И я сижу, жду, подъезжает машина, пацаны, говорит, вот он походу. И он выходит, и такое, и она выходит. А ты вообще беспрекословно веришь пацанам? Да, не верю, я вдохновлен ими. Я вижу, она вышла, он, я такой, выхожу, эй, атлет, говорю, что там, туда-сюда, она обратно, он ей говорит, сядь в машину, она садится в машину, что-то, что-то. И я подхожу к нему, говорю, что ты, я говорю, жить не даешь, гуля, а ты, ну, типа, второй раз эту фразу. Да, да, да. Я же видел, что она в первый раз сработала. У тебя, знаешь, это, прописанные скрипты. Да, да. Я говорю, мне потом вот так отвечают, я ему вот так отвечу. А я же вижу, что она в первый раз сработала, тот, типа, испугался же, который был. Я такой, ну, давай, рабочая фраза. Чего ты жить не даешь? Я такой, а что там, что-то, раз-раз кусаемся с ним, короче. Он как, здоровый, ты бы Василий? Не, ну, мы плюс-минус одной комплекции, да. Он ей говорит, типа, иди, зайди, да, она сама выходит, говорит, я домой, говорит, забегает домой, и мы с ним стоим, выясняем отношения, общаемся. Туда-сюда выходят из машины мои братишки, и он говорит, давай этот, в машину сядем, что-то холодно. Ну, мы, короче, начинаем продолжать ругаться в машине, короче. Он садится за руль своей машины, я сажусь за переднюю пассажирскую, и один из моих братишек, она домой убежала. Ага. И один из моих братишек садится назад, на заднее сиденье. И мы вот так вот сидим в машине, говорю, что ты вообще, говорю, что ты докопался за ней, что ты хочешь от нее, говорит, видишь, и плохо, говорю, что-то, что-то. И он мне говорит, а что ты, говорит, с братишками приехал, говорит, с братанами своими, давай я тоже своим наберу. Я говорю, набирай. Сижу уверенно, невероятно вообще. У меня, переполняет меня вот эта маскулинность, я с тестерона, говорю, я убью нахуй сейчас, что-то скажи. Я вот так сижу, и он говорит, все, давай я сейчас тоже наберу. И он всегда сидит за рулем, и вот так начинает искать телефон, смотрит на меня и говорит, ты, кажется, на моем телефоне сидишь. А я уже, меня не остановить, я уже пру до конца, я сижу уверенно, говорю, так звони. Я в этот момент, я в этот момент, да, я сейчас жопой наберу, я такой, что за хуйню я сейчас сказал, я думаю, я себя в этот момент, я крутой вообще, понимаете, что это, разбирайся как хочешь, я камень, ты меня с места не извинешь, я вот такой чужой. На том конце вы уже задыхаются. Сзади братишка сидит, я уверен, сильно сдерживал эмоции, чтоб не раз**аться. Я сижу такой, ладно, на, звони. Я сдался. Он набирает своему братану, приезжает его братан. Держит телефон чуть подальше. Погромко общается. Приезжает его братан, мы его братану тоже за него разъясняем, что вот так-так, он непорядочный. Он ему тоже говорит. И порядочный. Иди со своими проблемами, сам разбирайся. Вот так его братан кинул, мы все стоим. Мы до сих пор стоим перед домом. А девушка с балкона? Она тоже на панике, она оттуда выходит, заходит постоянно. Ты, говорит, если хочешь быть со мной, то останься в машине. И вот такая тема начинается. В итоге все, я дальше не помню, чем закончилось, но мы разъехались. Я говорю, я больше на ваши провокации не поведусь. Я говорю, братишка, хватит, я не такой, я не быдло, не надо из меня такого делать. Это вот они, два братишки у меня, альфа-самцы, которые один полгорода перетрахал, другой вторую половину города. Вот такие типы, я говорю, это не моя игра. Который в драке, против него 15 боксеров было. Да-да-да, ой, я его, блядь. Меня там 17 человек под машину запинали, все в туфлях были, вот такие у них истории, да. Я говорю, эй, я больше не такой, мне так стыдно за вот эту фразу, так звони и вот это вот. А мне нравится сразу, что ты ей жизни даешь. Вот это тоже, блядь, это что-то ей жизни. И вот перед тем пацаном еще стыдно. Спасибо тебе большое за эту историю. С кем она осталась? С кем девушка осталась? Короче, мы с ней точно не были вместе, это я помню. А с ним, они что-то еще там общались, виделись, но в итоге она не с ним осталась, она все нормально. Короче, он ей жить дал. Да-да-да. Все-таки сработало, видишь, это предъявление. Чего жить не дошло, все будет. Спасибо. Мне стыдно, знаете за что, что я полез в чужие отношения. Вот это тоже, блядь, это не здраво вообще. Я не люблю становиться, когда, знаете, становишься пленником какой-то, когда тебя втягивают в чужие отношения. Да, ты как третий личник. Да-да-да. Типа они что ругаются, ругаются и тебе жалуются, она на него жалуется, он на нее и ты такой, ну да-да-да. А потом, блядь, ты крайним оказываешься, что они поругались. Да, еще вот эти вот два... Ребенка? Нет, два твоих друга, которые тебя... Два братишки мои тоже там на 100 полет, с четырех сторон и я лох получается вообще. Ну нам сейчас тоже немножко стыдно за тебя. Ладно. У нас следующая история, постыдная история от Эльданы. Давайте поаплодируем и послушаем. Ты вообще с нами была все это время? Да. Ты все слушала? Да, я все, ну там можно было что-то, а че так? Че скажешь? А, да. Ну я так не смогла. Мне нравится Эльдана все время вот так. Нет, Эльдана микрофон рассматривала все время. Нет, в плане того, что как будто Шенгус рассказывает какую-то не то, что постыдную, а вот как будто он плачет уже и она такая... Я пыталась не отвлечься, у меня очень маленький время фокус или как? Концентрация внимания? Да, да. Какой-то момент показалось, что это про Эльдану историю, что это она та девушка, потому что она такая... Зачем ты рассказала? Да, вот ей жить не давали, кстати. Я за нее разбирался хотя бы. У меня сложилось впечатление, что ты очень переживающий за других людей человек. И что он рассказывает, и мы просто с Зариной как твари еще сверху что-то шутим. А ты такая, как они так могут? Я пыталась держать нить повествования, ничего не забыть. Ну если что-то не помнишь, спрашивай, да. Все, да. Окей, хорошо, спасибо. Мы потом телефон тебе дадим, если детали уточнять. Кто занимался полевой стрельбой? Из нас двоих. Из нас двоих. Да, давайте поаплодируем Эльдана Фурайс и ее постыдная история. Все, да, начинаем? Да, рассказывай. Короче, это был класс пятый или шестой. Одиннадцать или двенадцать лет мне примерно было. Хорошо, ты тоже издалека начала историю. Все, да. Думала, будет как-то неинтересно, потому что сейчас все стыдливые истории это либо... Ну то, что нельзя на камеру, наверное. Ну ладно. Пятый шестой класс. Я тогда училась в частой школе. И поэтому там в основном были дети из обеспеченных семей. Ну и мой класс. Короче, все такие, типа, мажики были. Вот. И один раз... Сейчас я вспомню, да. А, и моя одноклассница... Ну, у меня очень хорошие отношения с второклассниками. Все нормально, ничего такого. Я сейчас не типа хотела с этого, типа, вот они там. Ну еще бы, они богаты. Да, не-не, все круто. Да, это в стиле все отлично было. Вот. И... А ну вот, и моя одноклассница устраивает день рождения и приглашает нас всех. Я охренела... У нас в Бишкеке, ну на то время, кажется, если не до сих пор самая... Боулинг. Не-не-не, вот именно что. Одиннадцать или двенадцать лет мы в гостиницу поехали в отель. Да, да, да. Это хаят. Да, до сих пор есть прям банально. У вас прям не частная школа, а калеч. Да, 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 калеч. Вау. Вау. Короче, я херевая такая, вау, классно, круто. Вот мы едем туда, я жду этот день, все будет. А это гостиница, в смысле, такая, типа, хаят. Хаят, ну типа, не знаю сейчас, но на то время это была самая классная гостиница. Ну я вообще в гостиницах не была, я ну типа... Ну это не вот эти гостиницы... А как ты в гостинице приходил, просто в номерах сидел? Не-не-не-не, сейчас. Это, короче, не вот эти гостиницы, где ты заходишь и там в двери след от кулака. Ну то есть, хорошие гостиницы, мотели. Не-не-не, мы там в номерах не были, а чисто, чтобы мы там в бассейне, короче, поплавили. То есть, это день был, там не типа нас на несколько дней нам сняли номера. Да, прям, как это на листовщине? Знаете, нам, пожалуйста, один гостиничный номер на 15 детей. Желательно большую кровать, они все прыгать выйдут. Вот, и, короче, залетаем мы в этот бассейн, там все потрясающе, класс. Этка, вау, как все круто. Я тогда первый раз вообще увидела, как называются вот эти штуки для кейтеринга, как вот, фуршет, короче. А, вот эта металлическая штука. Они стояли, и такая... Что это вы видите, канапе? Нет-нет, металлическая, которая открывается. Нет, вот это сама штука. А, вот это на завтраках, на завтраках, да? Да, и они, типа, вот так вот стояли, мы, типа, там маленькие дуры ходили, да все брали. Чувствуешь себя как в игре, когда ты что-то открываешь? Нет, я чувствовала себя как в фильмах, я такое в фильмах вообще такое видела. Ну, вообще было, короче, классно, потрясающе, очень... И кроме нас там толком, кажется, никого не было, короче, было очень весело. Перед этим мы переодеваемся в раздевалки, там, конечно, тоже все очень красиво. И я точно помню, я первое, что заметила, там в душе, вот, просто стоят шампуни, лосьоны, гриба... А, классно. Что значит просто стоят? Нет, нет, они не привязаны. Они просто... Ты можешь набирать с собой. Да, это то, что вы можете для себя сказать. Подожди, где ты видела привязанный шампунь? Еще надпись, закражу шампуня. Уголовное отверстие. Этот... Я на сегодня такая, вау, круто, ну, для меня, ну, я не была в то время, ну, типа, сейчас я понимаю, да, я была в таких местах, но на то время я первый раз такая, вау, это просто все стоит, круто. А в то время, типа, мама постоянно брала такие бренды, типа, там, рецепты бабушки Агафьи, да, там, чистая линия. Ну, то есть, в основном, я, ну, я дома, я вот такое, типа, видела, да, все там заморское, европейское, наверное, подороже, я не знаю, ну, короче, мы этим особо не пользовались. Вот, я там смотрю, стоит лосьон Johnson's Baby, я такая, вау. Единственное, что я знала, потому что Johnson's Baby это что-то, короче, крутое, да, и я это хочу, короче. И вот эти дети, которые к богатым одноклассникам ходили к компьютеру играть, я такой, бля, пойду шампунь посмотрю. Да, я ходила, я впитывала, такая, а, вот это, значит, классно, вот это классно. Ну, короче, вот, и потом мы заходим-выходим, и я постоянно на этот лосьон, короче, посматриваю. Ну, он еще полный, я такая, там сразу, знаешь, ты не вот так, да тебе вопрос. Вот, и, короче, я не знаю, я не долго думаю, я пишу, я беру этот лосьон, я закидываю себе. Купальник, купальник его закидываю? Не, не, раздевалка, все же мы туда-сюда ходим, я как-то его запихнула, в сумку себе закинула, и все, довольная. Дальше такая, опа, на ДРС ходила, отдохнула еще с собой, да, короче. Вот подарок, как будто у меня ДРС. Я домой принесу, да, это типа, вот, смотрите. Сархыт. Да, родственникам покажи. Бытовой сархыт, получается. И все отлично, все хорошо, веселимся, под конец. Там шампунь, торт, яблоко. Все в одном пакете, да. Да. Причем торт, яблоко, просто чтобы спрятать шампунь. Было бы круто, если бы я это сделала. Под конец. Все раздеваются, ну, все переодеваются, ну, ладно, не к этому сразу. Прости, это у вас настолько такая была школа, что вы такие, давайте теперь... Ну что, время раздеваться. Это анти-пижама-пати. Все переодеваются, все это, да, то есть, принимают душ, все, время лосьончика. И одна подруга такая, стоп, а тут был лосьон. Я такая, сука! Сумки скрывайте, бля, вот такая, Эркюль Туаро здесь. Ребят, вы это все кидаете, как шутки, да, но это же правда. Прости, пожалуйста. А ну вот, где лосьон? Вы его видели? Я такая, нет, я не знаю, я вообще ничего такого нет. Ну, они начинают это обсуждать, и кажется, тогда я первая жизнь вообще испытала такой страх, Страх такой вот, видишь, когда вот на затылке... Типа вот сейчас будет позор. Это позор, это мне безумно было стыдно, у меня прям такой животный страх был, знаете, типа... Да, то, что ты прям хочешь бежать, я пару раз пёрнула, кажется, из-за нервного молодейских прям услышал. Не, Нот, не, Нот, есть же такое, когда... Не, когда ты боишься, реально же наш организм пытается вот избавиться, и я не могу это контролировать, и у меня голос... Так, выпускаешь стресс чуть-чуть, да? Да, 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 да. Ты сейчас такую жуть нагоняешь, мне кажется, мы сейчас все пёрнем. Чуть-чуть полегче. Я надеюсь, что ты сейчас не боишься ничего. Не, не, сейчас нормально, просто можешь все возвращать. С батареи выпускаешь чуть-чуть? Тут и так не прям много кислорода, если что. Да, 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 жарко. Ну, и... Ну вот, я... Я нервничаю, я просто хотела как бы передать эмоции, чтобы понимать. Да, прикинь, типа, 11 лет. Прикольно, что она говорит, простите, у меня тут гель пропал. Или... Я не знаю... У меня гель пропал, и... Окно откройте, пожалуйста. У меня гель пропал, кто это взял? Я не слышала, так оно и было. А Эльдана сидит и там такая, это джакузи, это джакузи. А, она в бассейне пукала, думаешь? Это самый прикол, что, ну, хаят, гостиница, там же всегда можно... Алло, ресепшн, можно, пожалуйста, еще лоси? Да-да, конечно. На тот момент ты не думала, да? Я просто охренела, ну, прикиньте, вам 11 лет, и вы понимаете, вы сейчас просто так облажаетесь перед своими одноклассницами. На ресепшн звонят, алло. Как с пальмом, да? Прикинь, Эльдана такая, 11 лет, все, пи***, окрашивала, все началось. На 7 лет сяду, на 18-летие выгла, получается. Да, б***ь, я бы села, честно, не, вот на то время я бы выбрала, типа, если бы у меня был выбол, там, сесть на год или не облажаться перед своими одноклассницами, конечно, выбрала бы это, ну, как бы, нам очень важно мнение наших сверников. Да, и, короче, и они такие, я не знаю, зачем, и они такие, ну, они тоже начали паниковать, что-то, типа, ой, а нам есть . Да, 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 все, 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 все. Девочки, надо найти, так дела не делают, это точно кто-то из нас, наверное, да, мы никого толком не видели. А с какого человека облаж glasses? Ну, 10, не-нет, 7, 7, 7, да, 10 половиной. Честно, девчонки. Да, да, мы все облаженцы. он говорит давайте пройдемся по сумкам я такая вот как они сказали давайте пройдем вот я хотела провалиться сквозь землю хотела нахрен застрелиться просто все что угодно кроме этого и они пошли и конечно они нашли а что я могла бы это было бы если бы давайте по сумкам повесим на сумку просто в окно выбраться давайте давайте я еще пыталась как-то припрятать этого так тупо вот и ну все они нашли и они такие ай ну я начала ой я не знаю я наверно с вещами когда собиралась девочки я же раньше вас вышла а вы лосьон искали да вы это искали я думала лосось и еще подумала кому надо воровать лосось они же в этих штуках а я лосьон спрятала чтоб не украли его да кому отлить и все короче я не помню мы тогда кажется на странной ноте все разошлись и на следующий день было как-то не знаю ну честно я эту историю прям искренне прям вот стыдно за нее было мне очень долгое время вплоть до универа наверное когда я вспоминала а это это как на застолье родители вспоминают ой чина обосрался а блять не хватит мне кажется очень смешно будет если сейчас компания проктор энд гэмбл с брендом джонсонс бэби свяжется с тобой а эльдана ничего воровать не надо мы бесплатно дадим они не привязаны только не пердите только не пердите в кадре а ужасно спасибо тебе большое это была вообще супер история реально ты один из немногих людей кто рассказывая историю прям ты представляешь себе всю эту картинку заново переживают просто мы как будто кино посмотрели у меня даже немного тревожность поднялась да реально я же говорил да я даже пернул немного да и я пару раз да пару раз нет два пердежа можно пожалуйста я до этого такая блин че ты сори то что тревога а после этого я такая классная я рада то что после моих истории хотят пердить а меня и блять такая ну и теперь нам нужно будет поставить друг другу баллы да все истории прям стыдные и моя и их особенно моя так первое рассказывала Зарейна пожалуйста ставь баллы два балла за самую постыдную историю за менее постыдную один балл окей я могу только одному комику поставить два балла да одному так но мне по моему мнению мне кажется что у Ильдана стыднее чуть-чуть история потому что никто у Чины никто не передел в истории понимаете почему а в телефон вонял хотя блин чины отношения на кону были отношения да но это чужие отношения но это чужие отношения но это чужие отношения да поэтому блин я не знаю а я могу подумать давай они что они мне поставят я от этого отталкиваюсь а ну то есть получается ты такой человек не просто я не знаю они очень равны истории а можно двоим один поставить хорошо давай тогда ты тоже даешь баллы да я тоже даешь баллы потом в конце даст баллы окей можно я подумаю еще давай блин а у своих воровать ну не у своих я думаю в этом вот почему мне наверное я ставлю себя на их место почему мне не было наверное стыдно о случае Эльдана я бы сказал я же не у вас я просто впервые у вас вообще это закон джунглей не успел опоздал все иди нахуй мой шампунь но в случае из Арины я когда тебе вот так ты зачем вот это вот написала еще человек которого я поднимаю иметь смелость чтобы сказать это не я это я но я Зарине дам 2 балла потому что она манипулирует мной она говорит я посмотрю что мне подставят я говорю знаешь что Зарине дам 2 если она мне сейчас 2 даст Зарина 2 балла или дам извини но блять истории невероятно смешные обе но типа я просто перекладываю на себя я такой ну наверное так ну ладно я определилась так а все уже все уже так пожалуйста Эльдана я наверное 2 поставлю Зари потому что я тебя поняла это так ужасно это так отвратительно поэтому ты такая отвратительная ужасный человек я конечно из тебя сейчас там вот Назалина вся ситуация я не представляю написать говно всякое комментов прилетит от Зарины ты воняешь весь выпуск сидела пердела ужасно так хорошо получается 1 балл Шанвесу и 2 балла Зарини и Зарин пожалуйста Итого у нас 1 1 4 ну и если сейчас поставили чине 1 так не считай так не считай забудь мы тебе 0 баллов поставлю тёлки которые одного чувака в клубе он нас весь день поил весь вечер мы скинем ладно мы домой вот так но мне было бы стыднее 0 на месте типа если бы меня спалили то что я своровалась ты можешь спасти меня еще раз они еще вы не видите они на меня смотрят так если они давят на меня знаете я тебе 2 балла дал это вот она сманипулировала мной и обманула как как вот эта девочка из моей истории я второй раз это испытываю уже в следующем выпуске расскажу как меня Зарина кинула Зарина Зарина почему ты ему жить мешаешь мне кажется если я сейчас поставлю чине 1 он сядет на мой телефон он и так это делал ну все где мой телефон кстати 2 балла 3 балла 4 я поставлю Эль Тане 2 чине все я понял но если была возможность я поставила двоим 2 все 2 3 4 да на самом деле тоже не считай просто скажи что то нет на самом деле просто да у вас у всех очень крутые истории я не хотел бы оказаться на вашем месте ты как мужчина же должен меня понять чуть-чуть солидарности дай мужскую это я был тот который возле печати сидел в машине это я был ты мы тебе звонили да это ты ко мне вот подошел и говоришь ты зачем ей эту жизнь портишь ну здесь на самом деле у каждого есть определенная доля стыда но мне кажется что стыд который испытал чина ну он просто бросал какими-то фразами непонятными в людей и потом стресс был стресс жесткий вообще и эти фразы еще много лет будут возвращаться тебе перед сном это еще сейчас на ютубе выйдет это будет продолжать вообще жить всегда но но вот это вот именно вот это напряжение которое я испытал в историях Зарины и Эльданы когда во-первых когда у тебя вот уже все они идут к твоей сумке и и тебе ничего не остается да тебя просто в угол загоняют у тебя нет аргументов и то что она честно призналась ну на самом деле мне кажется это должна быть большая смелость признаться на большую публику и сказать что я этого пернул ну вот то есть честно я просто ну я могу тоже сказать я пердел всегда вообще ты смелый если так по баллам поможет как-то я думаю что побеждает у нас побеждает у нас сегодня ну я бы выделил сразу двоих победительниц которые которые сидят рядом я поехал где ваши наказания подожди мы еще не выбрали тебе задание где наказания ваши наказания наказания в общем девчонки выбирайте какое наказание понесенных справедливые наказания шургус ермек ёбана два раза подряд два наказания пошел ты нахрен там сидит умный это его братишка да ты мне жить не даешь там да я уже третье себе вытяну помыть смотри помыть чужую машину с ведром и тряпкой на мечети конкретно там типа машина вредит прикрыли если там чувак до сих пор сидит вот этот тот же давай и второе какое зайти в 5 аптек и попытаться купить самые маленькие презервативы ну это обычный вторник это воскресенье спасибо большое давайте поаплодируем нашим участникам шургус ермек Зарина Байбовова и Эльдана Форайс спасибо вам большое здравствуйте я проделать его у вас да а какие есть там они нам не как-то по размерам как-то делятся ну там около 10 суставов в некоторых в некоторых мне нужна не их рицепсаль, а наоборот в наоборот в самый маленький да маленькие зимы но были и самые дешевые и самые дешевые кипно сам маленькие да они самый маленькие они лучше в других стандартах азиатских азиатских 181 метров длину что-то сил вы давайте вот эту розовую я шинлосер мек и обшел истории я проиграл поэтому мне выполнен наказание помыть машину я придумал способ полегче таким образом я решил помыть прямо всем вот так что обращайтесь